Когда год не бывает, когда за год плавается. Лучше ночь провести в отрезвителе, чем подвергать опасности жизнь свою и окружающих. Именно такого мнения придерживается пациент наркодиспансера Камиль. Несколько лет назад, когда в отрезвителе уже были упразднены, будучи пьяным, он подвергся нападению неизвестных и едва не погиб. Пять лет назад я в таком состоянии упал, меня никто не забрали. Очнулся я в РКБ с трепанат, с черепа. Я не знаю даже, но документы и деньги, и телефон вытащили. В том, что в отрезвителе необходимо вернуть, сегодня, пожалуй, никто не сомневается. Вопросом вплотную занялась общественная палата России. Я уверен, что это наша непротивная перспектива, когда мы говорим о том, что нам необходимо вернуть такого рода работу с людьми. Потому что у нас элемент смертности по вине алкоголя сегодня один из самых высоких в мире. Уже имеем прорыв, когда 17 регионов открыто готовы, 5 регионов готовы рассмотреть при поддержке федерального центра, и еще 7 регионов готовы рассмотреть это в ближайшей перспективе. Между тем, в 9 городах и населенных пунктах Татарстана сегодня существуют учреждения, которые выполняют функции вытрезвителей. Рассчитаны они на 110 мест и существуют за счет местных бюджетов. И этот опыт сегодня представители общественной палаты России советуют перенять и другим регионам. Потому как Минздрав, на который после ликвидации вытрезвителей возложили их функции, от этого не в восторге. Естественно, большая нагрузка напала на медицинское учреждение, потому что более 50% лиц, которые доставлялись, к сожалению, не нуждались в медицинской помощи. Они в основном дезорганизовывали работу приемных покоев. Но тем не менее, при необходимости, при тяжелой степени интоксикации, которая действительно требует наблюдения, они госпитализировались и помощь им оказывалась в медицинских учреждениях. По мнению медиков, задача вытрезвителей не лечение тех, кто, проще говоря, перепил, а обеспечение безопасности как самих пациентов, так и окружающих их людей. Члены общественной палаты уверены, что лучший выход создания подобных учреждений в форме частного государственного партнерства. По информации МВД России, в 2014 году от отравления алкоголем и наркотиками в результате переохлаждения, несчастных случаев и бытовых преступлений в стране умерли почти 45 тысяч человек. Цифра сравнимая с населением небольшого города. И чиновники, и врачи, и сами пациенты наркодиспансеров за возрождение вытрезвителей. Осталось лишь проработать детали, но сколько на это потребуется времени, неизвестно. Светлана Белова, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.